Всем доброе утро! Мы сегодня с самого утра чуть-чуть закупились домой продуктами и заехали еще в строительный магазин. Купили силикон, акриловую вот краску, силикон, это вот что я говорю, это флизен лак, лак для плиток, черную краску. Нам нужен серый цвет, чтобы получился вот такой вот. Вот, потом вот такие вот штуки взяла для штор. Нисколько, шесть, ой, расстроили. Такие вот. Не знаю, никогда ими не пользовалась, никогда, но попробую. Что получится, не знаю. И вот такую вот еще взяла. Транспарент такой, самоклеющий на окно нам нужно в туалет. Будем потом клеить. И спрашивали, что это за решетка. Эта решетка, она отгораживает прихожку от входа вот сюда в подвал. Сюда идти в подвал. Я не знаю, почему, когда строили дом, не придумали, например, стенку поставить. Вот так стенку, здесь стена. Мне кажется, было бы лучше. Ну, почему-то решили, наверное, так модно было раньше. Ну, сюда я планирую шкаф какой-нибудь поставить. Высокий, белый шкаф. Посмотрим. И насчет кухни. Была ли здесь кухня или не была. Кухня здесь была, поэтому мы ее оставили. Не стали не покупать новую. Мы ее оставили, так она и есть. Потом я в ближайших видео буду показывать. Что я делаю сейчас? Я крашу на второй раз дверь. Вот сверху я уже покрасила. Осталось вот снизу. А ты размешивай. Я буду по чуть-чуть добавлять. Посильнее идет? Посильнее. Что-то вообще никакого цвета нет. Подожди, видишь, уже получается серый. Да. Вот такой у нас получился серенький цвет. Полосы тоже готовы. Вот одна. И где-то вторая. И вот вторая. Одна будет здесь полоска. Другая на этой стороне. И вот эта вот на этой стороне. Это Марселина комната. Ну ничего, да, цвет красивый. Он еще посветлее. Чуть-чуть станет посветлее. Да? Холосо. Какой результат получился. Он там в уголочку еще высыхает. И здесь уже высохло. Марсель тоже довольный. Он с нами. Участие в ремонте не принимает. Он болеет. Простыл. Поэтому он дома лежит. Температура, горло болит. Ну, сказал я ему то видео отсылаю. Фотографии, видео. Говорит, что ему очень нравится. Ну еще бы. Ну, в общем, эта комната готова. Еще здесь повешаем шторы. И красота. Побелка еще пол ведра. Я не знаю, хватит нам ее или нет. Потому что серым я еще хотела одну стенку в зале пройти. Так, что у нас сегодня на обед? На улице очень холодно. Даже пришлось мне сегодня одеть лыжную куртку. Что? Ничего. Закрыть. У нас сегодня картошка, мясо, багет. Все дела. Пока там Рома жарит. Я говорила вам, что я сегодня ездила. Ну, в Альде закупалась для дома, для питаться чем-то. Уже все позаканчивалось. И в Альде были вот такие вот для свечек. Я прям влюбилась в них. Вот одну вот такую везла большую. Одна была в упаковке 4,99. И вот такие две штуки. То есть, две маленькие по 4,99 и одна большая по 4,99. Но сейчас я вам не могу показать, как она будет в процессе, когда там будет свечка стоять. Но если мы сегодня будем допоздна, то я обязательно покажу. Свечка у меня есть. Так что свечу потом. Приятного нам аппетита. Багет, картошечка и мяско. Цацики еще есть. И вот такой вот цыгойно-соус. Наливай. Красиво, да? У меня здесь еще свечка такая маленькая. Сюда она большая. Я думаю, она будет маленько ярче. Очень красиво. Мне прям понравилось. Бабочки, цветочки. Вот какая, видите, она маленькая. А сюда надо объем из такого же качества. Он только есть побольше объема. Всем привет! Сегодня уже другой день. И мы с самого утра перевезли наш стол с кухни. Но он здесь прям хорошо смотрится. Что я еще сегодня привезла? Где эта моя сумка? Вот она. А, нет. Вот сейчас иду, Марсель. Вот шторы. Сейчас я их маленько сполосну и повешу. Ну, это я так. Просто посмотреть, как будет смотреться. Они красивенькие. Посмотрим. А гладить я уже буду как передний. Потому что здесь у меня пока возможности нет гладить. Просто я хочу посмотреть. Перевезли еще диван. Хорошо в машину Ford все влазит. Вот мы разобрали его полностью. И втроем быстренько-быстренько его перевезли. В общем, диван. Здесь будет высокий такой пенал. Так. Вот здесь будет угловой стол. Вот здесь будет висеть телевизор. И вот здесь его кровать. Вот. Вот такая будет длина. Ну, вот как-то так. Как-то так. Сейчас еще шторы повешу. Я шторы чуть-чуть так состернула. И они ужасно плохо выжимаются. Может, кстати, они вообще никак не выжимаются. Я вот так вот придумала. Развешала их на два кресла. Сейчас они чуть-чуть подсохнут. Хотела бы, чтобы вода с них не сбегала. И повешу. Буду пробовать эти вот штуки. Не знаю, как я на них повешу. Какое-то бабское приспособление. Конечно, я хотела другие гардины. Сами вот эти вот ляисты палки. Вот эти вот. Не знаю. Попробую. Такими я еще ни разу не пользовалась. Ну, на балконе они, конечно, очень долго будут сохнуть. А мне же все надо все и сразу. Поэтому я их вынесла на солнышко. Вообще, я хочу, чтобы мне Ромка что-нибудь сделал, чтобы белье сушить. Знаете, вот как вот было в России. Две палки. Типа, как знаете, Типа две швабры. Поняли, да? Вот одна вот такая палка. И сверху вот такая. И на вот этой вот длинной. Например, там три-четыре веревки. Вот я хочу вот такую вот тюпиш русскую сушилку на улице. Если Ромке будет желание, то когда переедем, летом, может быть, сделает. Так что жду, пока это высохнет. На солнышке, я думаю, они сейчас быстро высохнут. Я повешу. Еще поразобраться бы. Вот так. Еще, видите? Вот она оделась. И вот эти круглые будут входить вот в этот промежуток. В этот промежуток. Вообще, мы как думали. Получим ключи. Все замерим. И поедем в Икею. Будем все заказывать. И вот стол письменный. И комод нужно в комнату ему. Так как диваны и кровать мы забираем. Оно хорошее еще. А вот стол и комод. Ему нужно было новый. Ну, а теперь получается так, что в Икею ты не попадешь. Она закрытая. А онлайн, не знаю, что-то я не хочу заказывать. Я всего лишь один раз онлайн заказывала мебель. Один раз. Мы заказывали, по-моему, диван. Это очень плохо. Во-первых, ты не можешь его пощупать. Не можешь посидеть. Понять, какого качества. И мы выписали. И потом его обратно же издали. Через неделю позвонили в ОТО. Мы его оттуда заказывали. Сказали, что он нас не устраивает. Приезжайте забирайте. Они приехали бесплатно, все забрали. Это было очень-очень давно. Поэтому я бы хотела ехать, покупать в магазин вот сейчас. Но нет такой возможности. Из-за этого вируса все позакрывалось. Придется ждать. Потому что с Икеи я ни разу не сталкивалась. Мебель там не покупала. Я не знаю. Мне нужно щупать, потрогать, качество посмотреть, цвет посмотреть. Хоть там и будет. Мы и будем заказывать все белое. Но все равно я хочу все точно. А вот придумали это неплохо, да? С выгодой сделали. То есть одной упаковки не хватает на две шторины. Здесь всего лишь их 10 штук. Вот одну шторку я сделала, и у меня осталось 3 штуки. Хорошо, что я купила 2 упаковки. Сейчас я вторую принесу, до конца доделаю. И будем вешать. А что они не засовываются? А что не получается? Ну, иди что-то. Блин. А вон какая-то. Играю в паровозики, в машинки. Я неплохо придумали. Не, мне все нравится. Все, мне уже все нравится. Совсем другой вид, правда, со шторками. И смотрится неплохо, нормально. Здесь я на лестнице сама повешала. Рома сейчас ненадолго отъехал. Он, когда приедет, ту сторону мне хорошо сделать. Там я не достаю даже на диване. В общем, красота. Мне очень нравится. Красиво. Я маленькую орладу прикрыла, потому что темновато. светло, вернее, очень сильно не видно. А так хорошо видно. Конечно, шторы маленько, как из попа. Я говорю, мне просто было интересно. Посмотри, как будет выглядеть. Здесь как будет со шторками смотреться. И сколько здесь расстояния от дивана до стены. Чтобы здесь поставить высокий-высокий комод для вещей. Ну, все. Наша кровать, которую мы тут чертили, чтобы Марселю было все понятно. Вместе все соглашовывали. Как соглашовывали? Не знаю, как сказать правильно. Где что будет стоять, где угловой стол, где кровать, где диван. И, в общем, решили так. Здесь диван, здесь угловой стол, здесь кровать. Ну, и всякая декорация. Это все будет потом. Вот я сейчас Роладу открыла. А Марсель заходит и говорит, мам, мы ведь будем их гладить? Я говорю, ну, конечно, будем, будем еще нормально их, наверное, все-таки в машинке потом еще раз состерну и, конечно же, погладим. Так что, вот так вот. Нравится, Марсель? Ну, здорово. Самое главное, что тебе нравилось. Тебе же делаем эту комнату. Тебе же делаем